День дипломатического работника В 2002 году указом президента такой день был учрежден, как раз 10 февраля И на самом деле мы с вами на протяжении последних лет, не хочу сказать буквально двух, непосредственно связанных с воссоединением Крыма с Россией Но и прошлые годы, значение этого представительства Российской Федерации, да и вообще дипломатии в мире, переоценить очень трудно Я хочу поздравить всех дипломатических работников России с этим профессиональным праздником И хочу сегодня коснуться особенностей этой работы с точки зрения управления глобальными процессами Хотя 14 лет всего отмечается этот праздник в Российской Федерации Тем не менее, безусловно, история посольского приказа или история наркомата внешних дел Или история любых людей, которые как бы курьером, как бы представителями государства решали те или иные межгосударственные вопросы Причем вопросы войны и мира, вопросы маневрирования, связанные, например, с тем, что Великобритания в начале 18 века Очень сильно хотела натравить Швецию на Россию, но тем не менее усилиями дипломатов этой войны не состоялось Например, вот в качестве примера И значение дипломатии, к которой очень рядом примыкает политическая разведка, военная разведка Анализ всей информации, которая приходит с той стороны Выработка решений, написание справок и рекомендаций лицам, принимающим решения Это на самом деле очень емкая, очень важная часть человеческого общества Особенно такого общества, которое находится на протяжении тысячи лет Российской цивилизации намного более, чем тысяча лет Но писанная история там, тысяча с небольшим Так вот, русская цивилизация находится все время в условиях внешнего давления Мы с вами все время испытывали вторжение различных интервентов Это были интервенты с запада, интервенты с юга, интервенты с востока То есть русская цивилизация всегда испытывала вооруженное давление снаружи И в те моменты, когда этого вторжения не было, это не значит, что на самом деле борьба не происходила Просто она происходила на дипломатическом уровне И в связи с этим очень многие телезрители и радиослушатели задают вопрос В частности, связанный, например, с приездом бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджера к Путину Была встреча такая, которая на самом деле по интонациям, по содержанию Она идет в большом диссонансе, например, с официальной позицией Соединенных Штатов Америки Ну, как бы все говорят о том, что Киссинджер уже достаточно древний мастодонт Это достаточно опытный политик Он как бы не связан обязательствами Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Но он как бы выражает свою точку зрения И вот здесь я хочу остановиться на очень важном моменте Который многие аналитики, да и наши телезрители и радиослушатели упускают Дело в том, что государство как общество Ну, например, знаете, есть юридические лица Общество акционерное, общество с ограниченной ответственностью Как бы юридические лица, они, безусловно, имеют в своей структуре Безусловно, имеют какие-то управляющие органы И, безусловно, имеют органы, связанные со взаимодействием между государствами Но это еще не значит, что у этих структур нет так называемых, ну, по аналогии, акционеров Которые являются концептуальной властью Я хочу сказать, что Генри Киссинджер, который приехал в Москву для того, чтобы Проговорить с президентом России определенные итоги, определенные финишные Промежуточные финишные результаты Кстати, хочу обратить внимание, что буквально на следующий день после встречи с Киссинджером В Москве было развернуто максимальное по объему знамя победы Копия знамени победы, которую водрузили над Рейхстагом в 45-м году И это символически, я думаю, привязано к этой встрече Но, тем не менее, мы с вами обращаем внимание на то, что эта позиция Киссинджера Которую он проговорил в интервью телеканалу «Россия», комментарии, которые он дал Она все равно очень сильно отличается от официальной позиции Соединенных Штатов Америки И вот здесь люди часто задают вопрос, а что на самом деле происходит? Дело в том, что Генри Киссинджер, так же, как и Евгений Примаков Так же, как и ряд других международных деятелей Которые, безусловно, участвовали в государственном управлении своих государств Они являются представителями так называемых глобальных надстрановых элит То есть, вот тех самых акционеров, которые на самом деле держат и международную финансовую систему Держат Международный Олимпийский комитет, держат глобальные религии и так далее И, в общем-то, являются людьми, олицетворяющими концептуальную власть И поскольку Российская Федерация на сегодняшний день А это самое крупное государство, которое имеет свою территорию на Евразийском континенте Но, тем не менее, она выходит в Тихий океан, в Северный Ледовит Она имеет выходы в Атлантику, в Средиземноморье Она, если удастся договориться с Ираном и будет прорыт канал из Каспийского моря в Индийский океан Она будет иметь выход и туда, не сухопутно Это, на самом деле, глобальная цивилизация Региональная, в смысле, занимает не всю территорию планеты Но, тем не менее, имеющая влияние на все процессы И вот именно по факту того, что Россия имеет такие колоссальные размеры По факту того, что у России тысячелетняя история А если трезво расценить, то преемственность русской государственной идеи Которую мы насчитываем в писанной истории тысячу лет с небольшим Она-то сохраняется и с этой точки зрения опыт управления большими территориями Ведь, на самом деле, попробуйте поуправлять территориями таких масштабов Это, на самом деле, совершенно другая управленческая школа Ведь, если посмотреть, например, на Западную Европу А там страны такие, компактненькие, как у нас области Некоторые страны, ну, как две области И отсюда совершенно другой управленческий стиль Другие управленческие технологии И получается, что Российская Федерация в преемственности поколений Даже с точки зрения качества воспитания управленческих кадров Даже при всем при том, что эти кадры бывают разные И по уровню подготовки, и по уровню скорости достижения каких-то результатов Да и вообще разные представители разных кланов Тем не менее, с точки зрения качества управленческих кадров Российская Федерация всегда на протяжении всей истории была на шаг впереди Все наши поражения тактические, связанные там с ухудшениями общеполитической ситуации С поражениями там в русско-японской войне Первичное поражение в Крымской войне Которое было компенсировано, между прочим, министром иностранных дел Горчаковым Который на протяжении буквально пяти лет не только компенсировал все потери от Крымской войны Но и даже вернул Россию в довоенное состояние И даже мы получили некоторое приобретение Это, кстати, к вопросу о значении дипломатического корпуса С точки зрения достижения внешнеполитических результатов Но вернемся к Киссинджеру Киссинджер приехал к Путину Ну и очень многие обратили внимание на то, что частота приезда этого представителя Глобальных надстрановых элит в Москву, она достаточно высока То есть, если посмотреть, например, на частоту приезда подобных представителей Во времена, там, Горбачева, во времена Брежнева, во времена Хрущева или Сталина То частота таких контактов, она была на порядок реже Даже во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны Вот эти международные конференции в Тегеране, в Ялте, в Потсдаме Это тоже были встречи с представителями не только страновых элит Ну, в частности, там Рузвельт, Черчилль Но там, безусловно, были и представители глобальных элит Которые, нельзя сказать, что только руководители государств принимали решения Это система выработки и принятия глобальных решений о мироустройстве То есть, участие глобальных элит, вот этого акционерного слоя Всегда присутствует вот на таких встречах Но получается, что встречи такие были достаточно реже И то это было состояние войны, и тогда ситуация менялась быстрее, чем в мирное время А сейчас все происходит на порядок быстрее Киссинджер реально, ну, в общем-то, стал таким заядлым русофилом Который прилетает в Москву раз в год, так вот уж точно Чем это связано? Это связано, прежде всего, с тем, что, конечно, технологический прогресс сделал большой скачок вперед Теперь сбор информации Анализ этой информации Анализ внешнеполитической, военной, экономической, гуманитарной информации Информации, которая транслируется посредством массовой информации В связи с тем, что телевидение, интернет, мобильная связь достигли колоссальных результатов Скорость прохождения информации увеличилась не просто в разы, а в сотни и в тысячи раз И получается так, что во всем мире ситуация меняется катастрофически Даже, я бы даже сказал, кардинально быстро То есть с утра на вечер могут произойти события, которые в корне поменяют планы Внесут коррективы в планы И для выработки глобальных решений Необходимо участить контакты между людьми, принимающими решения Либо участить контакты с людьми, которые могут после встречи дать адекватную оценку того Какие планы вынашивает и реализует, например, российское руководство Ведь чего там греха таить А вступление российских военно-космических сил в конфликт в Сирии По приглашению легитимного правительства Башара Асада На самом деле было, хотя с вечера на утро это было Конечно, по дипломатическим каналам доведено до всех партнеров И особенно до членов коалиции Которая на протяжении трех лет участвовала в спецоперации Под предводительством Соединенных Штатов Америки против ИГИЛ Но тем не менее, вот это вмешательство России Оно спутало карты, ну, наверное, всем игрокам в мире И что на самом деле делает Россия в Сирии Многим до сих пор непонятно То есть здесь на самом деле есть проблема еще вот какого характера Мы с вами, если анализировать новостную ленту Очень часто можем обратить внимание, что представители НАТО Представители, например, Министерства иностранных дел Великобритании, Франции Очень часто заголовки пресс-релизов и статей выглядят примерно таким образом Мы не знаем, что планирует Путин Мы не понимаем, что делает Россия Это не вписывается в глобальные планы Предписанные, например, элитам страновым Европы Соединенных Штатов Америки Юго-Восточной Азии и так далее Россия по факту не только является акционерным обществом Безусловно находящимся под влиянием глобальных элит Она еще является игроком Который во многом определяет глобальную политику И во многом определяет то, как будет развиваться человечество На протяжении ближайшей обозримой перспективы И это очень важно И вот получается, что приезд Киссинджера Профессиональный праздник дипломатии А даже вот эти два события Они разносятся между собой на уровне Знаете, дипломатия это как бы по умолчанию Взаимоотношения между государствами А приезд Киссинджера к руководству Российской Федерации Это более высокий этаж Это взаимодействие с глобальными элитами Над страновыми элитами С представителями банковских, промышленных, олигархических кланов Которые на самом деле имеют колоссальное влияние На руководство всех государств И вот здесь сегодняшний праздник На самом деле очень значим И сегодня стоит еще раз подумать И для себя проговорить о том Что Сергей Викторович Лавров Который возглавляет дипломатическое ведомство На самом деле, хотя и не является министром обороны И не орудует огромными массивами ресурсов Людей, вооружения, инфраструктуры военной Тем не менее, на своем поприще достигает результатов Значительных и во многом определяющих То, как будет развиваться международная обстановка Как будет развиваться человечество И в который раз можно вспомнить Что война это все-таки последний довод королей А вот до последнего довода Еще есть огромное поле для деятельности Которое осуществляют дипломаты Но уже на протяжении, наверное, всей известной истории человечества В связи с сегодняшним профессиональным праздником Дипломатического корпуса Хочется коснуться вот какого вопроса Мне приходит очень много писем по e-mail Кстати, хочу напомнить Taran Production Sobaka Mail.ru Это e-mail, на который можно писать, задавать вопросы Мы сейчас работаем в таком режиме, что больше в записи И телефонных звонков пока мы не принимаем Но, тем не менее, идет плотный контакт с телезрителями, с радиослушателем Мы встречаемся лично, созваниваемся Можно присылать e-mail И вот вопрос задают в связи с тем, что Ну, многие крымчане испытывали эйфорию в начале 2014 года В связи с тем, что Ну, как бы, воссоединение с Россией Это почти воспринималось как воссоединение, ну, чуть ли не с Советским Союзом Считалось, что Россия, ну, вот уж точно не является такой оккупированной страной, как Украина Что Россия это, ну, наследник Советского Союза И, соответственно, там тоже должно быть очень много признаков того Что люди там помнили из детства, из юности Ну, кто застал или родился в составе Советского Союза И вдруг оказалось, что есть очень много, ну, родовых пятен Которые всем по Советским Республикам присущи После распада Советского Союза И в России это тоже есть И у некоторых людей, они мне жалуются на это Тоже возникают, знаете, такое упадническое настроение Опускаются руки, люди разочаровываются и так далее, и так далее И вот здесь очень важный момент, который я хочу обратить внимание На самом деле у каждого человека по жизни есть задачи Которые даны по силам и по возможностям Ничего сверхъестественного Бог не дает И вот это, знаете, пассивная позиция Когда весь окружающий мир обязан соответствовать ожиданиям Она на самом деле контрпродуктивна И очень многим людям надо от этого состояния, ну, как бы избавляться Потому что все то, что кажется в мире несправедливым, несовершенным и неправильным Вот именно вы и должны исправлять в меру своего понимания И в меру своей квалификации А если понимания и квалификации нет То, соответственно, учиться тому, как это можно сделать И не забывать о том, что на самом деле управленческие действия Которые приводят к изменению суперсистемы под названием государство Да и все человечество Это очень медленные процессы Они не делаются с вечера на утро И пенять окружающему миру на то, что весь окружающий мир как бы не соответствует ожиданиям Это пораженческая позиция, которая на самом деле, ну, депрессивная Она не приводит к конкретным ощутимым результатам Это значит, что человек, который вот таким вот образом осудил окружающий мир Уже опустил руки и ничего делать не будет И мир все равно не изменится Я к чему это все веду? Для того, чтобы сделать мир лучше Для того, чтобы наладить жизнь в соответствии со своими представлениями о справедливости Нужно прежде всего учиться Это первое И второе Не нужно замахиваться на государственнические такие масштабы сразу же Достаточно сделать то, чтобы в вашей семье В вашем подъезде В вашем доме На вашей улице С каждым днем, ну, хотя бы по чуть-чуть становилось чище Порядочнее, справедливее, красивее И даже позитивнее Потому что, знаете, когда мы проходим по городу Симферополь Достаточно пыльный такой, а местами грязный город И когда начинаешь разговаривать с людьми Там, ну, часто меня же останавливают на улице И мы продолжаем разговоры об информационной войне В частных беседах И вот в этом окружении говорить о глобальных государственнических Или там других проблемах И при этом не решив то, на чем мы стоим Это тоже неправильно То есть по мере того, как мы будем подниматься Для решения глобальных задач Необходимо все-таки направить свое внимание Свой интерес Свои возможности физические, интеллектуальные Образовательные На то, чтобы мы с вами каждый день Делали, ну, хотя бы город Симферополь чище Красивее, справедливее, ухоженее И тогда у нас будет основание для того Чтобы приступать к более сложным задачам Потому что, на самом деле В каждой из этих задач требуется квалификация Вот, казалось бы Даже вот асфальтирование там Придомовых участков Или просто уборка мусора И масса других вопросов Это тоже, на самом деле, управленческая задача Далеко не очень простого уровня То есть для того, чтобы организовать Особенно с жильцами, да, особенно с людьми Живущими в одном подъезде Это тоже надо применить Характер надо применить Знания Надо уметь разговаривать Надо уметь вести переговоры Основа дипломатии То есть надо договариваться с людьми Для того, чтобы их вдохновлять Окрылять И самое главное Брать ответственность на себя Потому что во всех этих упреках Окружающему миру Что он не так устроен Сквозит-то самое главное Я ответственности за этот мир на себя не беру Ответственность лежит на других Но другие работают плохо И получается вот такая ситуация Что все ходят в позе обиженных А на самом деле ничего в мире не происходит Кадров не хватает Не хватает даже не то, что людей Которые умеют или знают А те, которые хотя бы способны Взять на себя ответственность И вот эта ответственность На самом деле Она даже в малом Вот наши продакшены Которые делают там Разные там рекламные ролики И так далее, и так далее Вот происходит взаимодействие С заказчиками И сталкиваемся с ситуацией При которой заказчики Люди, которые берут ответственность За деньги, которые они платят Или там берут ответственность За задачу Они не могут даже написать писем Они все делают по телефону То есть квалификация даже в малом То есть я хочу подвести К важной мысли о том Что для того, чтобы сделать Окружающий мир лучше Гармоничнее Нам всем с вами нужно создать моду На то, чтобы мы говорили На едином языке Мы, например, понимали Что такое справедливость Мы понимали Что такое чистые улицы Каким организационным Управленческим способом Это достигается Мы бы смогли Передавать нашим детям Которые ходят в школу Или которые поступают в вузы Единый понятийный аппарат Как это общество В котором мы живем Может, например, определить цели Каким мы хотим видеть наш город Через 3-4 года Будет ли он, например, как тот же Новороссийск Знаменитый город на Кубани Который за 10 лет Учредил особую систему Уборки улиц Асфальтирование дорог Облагораживание Или мы останемся в том состоянии Которое каждый симферополец Например, считает Ну, неприемлемым Все это требует Определенной работы Информационной И с молодежью в том числе И с людьми, живущими На улице В доме В подъезде И это все требует Особого подхода Который на самом деле Упирается в обычную коммуникацию То есть для того, чтобы эти задачи решить Должны находиться люди Не только Упрекающие окружающий мир В том, что он не соответствует ожиданиям Должны находиться люди Которые Способны взять на себя ответственность Выступить инициаторами Каких-то общественных процессов И По мере того, как мы будем решать Малые задачи Будем постепенно Перемещаться в область Более высоких Государственных и глобальных задач Потому что опыт Набираемый во время Практической деятельности Он ни в коем мере Даже не сравним с тем Что мы читаем в чужих статьях Мы смотрим, как это у других Но на самом деле На своем опыте Даже не пытаемся Применить эти знания Люди-то делятся На самом деле На две категории Это люди Которые вырабатывают идеи И те, которые реализовывают И особенно ценятся люди Которые умеют И вырабатывать идеи И реализовывать В старых русских баснях Там, поговорках И сказках Ну, структура вот этого общества Она выглядела примерно так Волк или там жрец Он был, конечно, главным Но самым главным в обществе Был кузнец А кузнец это человек Который умеет реализовывать В материальном мире Поставленные задачи Вот к этой задаче Сегодня, 10 февраля В день дипломатического работника Работника, который При помощи коммуникации При помощи переговоров При помощи работы с информацией Причем с информацией Не только генерируемой Но и получаемой Когда можно анализировать Поступающую информацию Синтезировать из нее Образ будущего Находить маневры Для того, чтобы улаживать интересы И достигать поставленных целей При которых Российская Федерация Не только будет возвращать Свои утраченные территории В результате государственного переворота 91-го года Но и будет Улучшать качество жизни Своего населения Усиливать, увеличивать рождаемость Мало того, что мы будем Увеличивать рождаемость Мы еще будем учить И воспитывать наших детей Например, чтобы после средней школы Они выходили максимально приспособленными К жизни При этом, чтобы у них Уже был опыт Зарабатывания денег Чтобы, знаете, старая японская пословица К нам была неприменима А пословица звучит примерно так Если дети у родителей Которые работают Наслаждаются жизнью И ничего не делают То внуки будут просить милостыню Вот этот закон природы Он на самом деле присущ не только Японскому народу Он присущ всем народам И вот Улучшение качества воспитания И подготовки подрастающего поколения Не только для того, чтобы они Воспользовались плодами трудов Родителей или дедушек и бабушек Но и были сами способны Генерировать материальные и духовные ценности Вот этот порядок Воспроизводства населения Не просто родить ребенка Но еще его и воспитать И сделать из него Даже не, знаете, не вот это избитое слово Достойным членам общества Это ни о чем А сделать человека самостоятельного Благородного Трудолюбивого Способного ставить цели И умеющего их достигать Не просто нарезать команды другим А еще и умеющего самому что-то делать И вот эта задача На самом деле является ключевой Для всех телезрителей и радиослушателей Которые задают вопросы И жалуются на жизнь О том, что окружающий мир Не соответствует их представлениям о том Как это должно выглядеть на самом деле В общем-то Еще раз хочу поздравить всех работников Дипломатического фронта А также людей Которые поставляют им информацию А к дипломатии в какой-то степени Относимся и мы, журналисты Поскольку мы создаем информационное поле В котором работают дипломаты И хочу всех поздравить С профессиональным праздником И пожелать, чтобы цели всех народов Российской Федерации Были достигнуты еще при жизни этих поколений Спасибо за внимание В эфире была информационная война Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!